Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года, но из-за проблем с подрядчиком первоначальные сроки сорвали и стройку заморозили. Нашли нового подрядчика весной этого года. Вопрос со строительством объекта контролируют на всех уровнях. Делегации ФМБА периодически приезжают в наш город, чтобы следить за ходом работ. Новую дату окончания стройки озвучила глава ведомства во время визитов Саров. Продвигается строительство. В настоящее время уже строится третий этаж. До конца года мы планы по году исполним. И в целом мы планируем ввести в строй поликлинику в конце 2022 года. Также руководство ФМБА обсудило с представителями городских властей КБ-50 текущие проблемы здравоохранения и перспективы развития клинической больницы. Посетило поликлиники и центры по томографии. В первую очередь усилия направят на совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Это не только обновление и строительство новых поликлиник, но и внедрение бережливых технологий, формирование комфортной среды для пациента. Возможность каждому жителю Сарова из дома, со своего смартфона записаться на врачу, вызвать домой бригаду, уточнить какие-то показатели по ОМС, иметь доступ к своим медицинским документам и так далее. Мы планируем вместе с государственной корпорацией Росстатом открыть новый центр промышленной медицины. Это будет мощный консультативно-диагностический центр. Второе направление работ – совершенствование помощи больным с острой сосудистой патологией. Важно иметь высокотехнологичную базу, чтобы лечить таких пациентов на месте, а не транспортировать в региональные сосудистые центры. Нам тоже необходим фактически новый центр приема экстренных сосудистых больных с включением новой службы рентген-эндоваскулярной, созданием круглосуточной ангиографии, возможностью проводить коронарокардиопластики, стентирование сосудов и коронарных, и сонных артерий. Как отметила Вероника Скворцова, планов много, и все они реализуемые. Большую помощь в этом вопросе ФМБА и КБ-50 оказывают РФИАЦ ВНЕФ, администрации Министерства здравоохранения региона. Сроки сжаты, устройство модульных центров планируют завершить за два года. Этот период времени используют для подготовки высококвалифицированных кадров.